Всем привет дорогие друзья! Сейчас пьяные мастера не появляются в медиапространстве и мы можем остаться без контента совсем. Ведь все эти блогерочки и бойчишки, они в подметке не годятся настоящим мастерам синих единоборств. Так вот, пока синие мастера поглощают эликсир, будем потихоньку разбирать других персон, которые также не устают пробивать дно с самого дна. Я уже было делал выпуск про такого персонажа, как Альфредо Аудитори, он же кукарек гребенчатый, он же любитель ездить по ушам и противоречит самому себе. Ранее он был блогером, который снимал абсолютно не смешные приколы, а позже стал организовывать бои и даже сам пробовал участвовать в своей помойке под названием хайпфайтинг. Однако на данный момент его репутация совсем достигла дна и уже никто не хочет верить всему тому звездежу, который он толкает. Перед началом этого видео хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает мой канал донатом. Вы помогаете мне развиваться и делать те самые выпуски с бесящим, мерзким, закадровым голосом. Буду рад в любой сумме. Все ссылки и реквизиты в описании. Так вот, Альфредо Аудитория последние два года занимался организацией боев. Он вместе с Томаевым развивал промоушен хайпфайтинг, который по истечению этого времени загнулся окончательно и стал совсем никому не интересен. Тут все дело в том, что уровень бойцов в среднем там намного ниже, чем на том же хардкоре и нашем деле. Единственный промоушен, которому эта помойка не уступает, это пожалуй Эпикфайт. Ну а как по мне, подбор участников на Эпикфайт куда интереснее, чем на этой помойке. Да и сам Альфредо периодически участвовал в этой клоунаде и побеждал тупейшим способом. Нормальная такая тема получается. Выступать у самого себя и всегда всех побеждать. Так можно всегда быть чемпионом, можно вообще не выступать даже. Сразу выходить победителем. В последнее время правда промоушен совсем загнулся. Если вы посмотрите на этот график, то все станет понятно. Люди перестали подписываться на канал промоушена, просмотры падают, идут отписки. А сам Альфредо постоянно обещает проводить какие-то крутые турниры и говорит, что вот-вот будут новые проекты. Однако дальше балабольство это все не уходит. Он в принципе правду никогда не говорит, а живет только одним звездежом. На данный момент уже почти полгода на этой помойке ничего не выходило. А последние выпуски вообще были сомнительные и вызывали очень много негатива в комментариях. Много комментов было в стиле типа плохое судейство, неинтересные бои, да и просто постановы постоянно организовывает и так далее. А ведь Альфредо так их любит дело. Даже сам участвовал в театре актеров-двоечников и пытался изображать из себя серьезного такого кукарека, но толку от этого особо много не было. Было очень много постанов с его участием, на которых таинственным образом то тут, то там появлялись из ниоткуда различные операторы, которые это все снимали. Шавхал Черчаев как-то даже было признался, что он сам лично участвовал в одном из таких спектаклей, когда нужно было изображать из себя гангстера. Гангстера с игрушечным пистолетом. И само собой, Шавхал заявил о том, что сам Альфредо тоже был в курсе всей этой клоунады, что в принципе не удивительно. Если посмотреть другие постановы с его участием, то там тоже все выглядит как дешевый спектакль, в который никто из зрителей не хочет верить. Все дело в том, что поп-ММА это такая движуха, которая изначально задумывалась как своего рода сборище конфликтов, и после этого конфликты якобы должны были решаться в клетке. Однако у одних получается создавать правдоподобные истории, в которые еще можно хоть как-то поверить. У других же все выходит крайне паршиво, и вообще смотреть за этим всем зоопарком никакого желания нет от слова совсем. Кстати о постановах. Я недавно на своем канале обозревал бои братьев Бухаре и Емельяненко, и там как раз таки был тот самый случай, когда постанова слишком тупая и дешевая. Так вот, те два ролика мне заблокировали, якобы за нарушение авторских прав. Один ролик полностью недоступен для просмотра, а второй заблокирован только в отдельных странах. Позже перезалью это все в свой телеграм-канал, ссылка на него будет в описании. Ну а последние полгода самим Альфредо творится просто какая-то дичь, от него не перестают выходить противоречивые видео, которые только дискредитируют его самого, потому что боев новых не организовывает, сыпет постоянно какими-то оправданиями, кидается понтами или же просто рассказывает невероятные истории о том, как якобы его похитили. Буквально три, получается, дня назад заплатил очень большую сумму денег, чтобы меня освободили, вытащили. Не могу сказать откуда. Правда, позже оказалось, что герой нашего видео имеет проблемы с наркотиками. Он сам признался в этом всем на своих медиаресурсах, хотя он также заявил о том, что теперь проблемы и вовсе нет, и он вылечился. Но через время в сети появилась запись, как Альфредо сбегает из реабилитационного центра. И появилось еще одно видео, на котором тот заявляет, как ему там было тяжело и какое к нему плохое отношение там. Давайте я вам просто пример приведу, что бывает. Короче, например, ты если подошел и говоришь, дайте мне таблетку от головы, у меня голова болит. На тебя одевают такое бревно, вот веревка, на него бревно, и ты вот так с ним несколько дней ходишь. Только во время молитвы его можешь снимать, даже кушаешь с ним вот несколько дней, тяжелейшее. Или, например, шаурма, да, тебя заворачивают в ковер, и ты там сутки можешь просто в ковре быть. Ну, естественно, в туалетный вариант, ничего, ну это просто вообще жесть. Ну, и были и другие ролики, где он радуется, что сбежал. А, шаурма, да ну нафиг! Эй, ты чё, что со мной было, да ну нафиг! Это когда люди убедили? Да, когда люди убедили, да? Я три дня в наручиках. И тут многое становится на свои места. Все эти заявления, понтовство и балабольство, и так далее. Он просто не отдает отчет своим действиям и поступкам, как и все наркозависимые. Но, судя по тому, что таки сбежал из реп-центра, проблему он не решил полностью. Это уже получается второе попадание в подобное учреждение. И срок между такими отправками в центр был крайне малым, всего пару месяцев. А теперь он тупо сбежал и не закончил нормальную реабилитацию. А значит, вероятно, срыва она куда выше, чем была после прошлого раза. Не понимаю, зачем тогда это было все снимать на камеру и выставлять в сеть. Он что хотел этим показать? То, что он такой крутой и опасный гангстер, или что? В чем логика людей, которые выставляют такие видео в интернет? Теперь любитель ездить по ушам снова затирает нам, что будет организовывать свои бои. Неведанного масштаба, конечно же. Итак, друзья, отбор на хайприарти. Осталось всего пару мест. Большинство бойцов там звезды, поэтому для вас это большой шанс. Значит, дисциплина. Бокс в перчатках, ММА. Ну, наша любимая, да? Что нужно сделать? Просто выкладывайте в сторис свои видеообращения к бойцам в доме, где вы на кого-то газуете жесткое, харизматичное. Чем жестче, тем больше шансов. В подобное после всего происходящего не верится совсем. Но не успел Альфредо выбраться из реп-центра и появиться в медиапространстве, как тут же пошла реклама лохотронов. Он заявляет, что знает уникальную программу, которая позволяет предсказывать раунды в казино. Наверное, уже все слышали про LuckyJet, который активно рекламирует блогера. Ну, надо понимать, казино 95% людей проигрывает. Но у меня есть знакомая, у которой есть программа, которая тебе позволяет предсказывать раунды, за счет чего ты можешь стабильно зарабатывать деньги. Это уже даже не смешно. Ладно бы он 5 лет назад пытался таким образом ездить по ушам. Тогда бы ему еще могли поверить. Но сейчас на дворе 23-й год. Онлайн-казино уже разоблачили все, кому не лень. Амдоги и успели понять, чего стоит эта контора, и что с ней не следует связываться. Хотя, видимо, аудитория Альфредо его стоит. У него в инсте 6 миллионов подписчиков. Кто все эти люди? Зачем они на него подписаны? Зачем они потребляют такой шлак? Подведя итог, следует сказать, что в данном случае мы имеем дело с типичным пантерезом и зазвездевшимся блогерочком, который совсем утратил связь с реальностью и думает, что ему море по колено. Он не понимает, что в ПММА его помойка уже никому не нужна, и не понимает, какую реакцию он сам вызывает у фанатов этого направления. А на этом пока все. Как всегда, став горючку со смесью этому видео. Не забывай указывать в комментариях, про кого бы ты еще хотел увидеть такое вот разоблачение. Пока пьяный мастер квасит, придется импровизировать. Все-таки его печень не вечная, и рано или поздно подобное должно было бы случиться. Также пишите в комментариях, что думаете про героя нашего видео. Всем пока, до новых встреч, увидимся!